Особое мнение на 101FM Давайте с экономики Ну, собственно, вот вся эта история, которая началась, ну, началась так-то она в пятницу Но очень явно вышла в паблике в понедельник с падением рубля, с падением стоимости нефти После того, как не было заключено соглашение, сделка ОПЕК и в России, собственно говоря, по сокращению добычи нефти Продолжается и сейчас, такие небольшие качели, рубль-то набирает, то снова, значит, уступает позиции И есть уже определенные комментарии экспертов по поводу того, чем вся эта из высокой сферы, из макроэкономики истории Аукнется на кошельках обычных людей Ну, в частности, что говорится, подорожают смартфоны, автомобили, квартиры, бытовая техника, заграничные поездки, разумеется, и лекарства Ну, Анна, знаете, по этому поводу достаточно давно уже есть такая хорошая ремарка Если в мире дорожает нефть, то в России дорожает бензин Если в мире дешевеет нефть, то в России дорожает бензин Поэтому я уже, наверное, не вспомню на своей жизни, да и, наверное, мало кто там вспомнит ситуацию, когда у нас что-то дешевело Сколь-либо значительно Поэтому, конечно, нестабильность в мировой экономике Мы сейчас имеем дело, на мой взгляд, именно с нестабильностью Потому что никто абсолютно не может сказать, собственно говоря, как будет развиваться ситуация Как быстро цены на нефть вернутся на свою там отметку И вернутся ли? Вернутся ли, да То есть, поэтому мы в таком нестабильном состоянии И в любом случае мы должны понимать, что бизнес, когда... Причем я имею в виду и небольшой бизнес, и общий глобальный интернациональный бизнес Как только попадает в ситуацию нестабильности Начинает подстраховываться, резервировать И, предполагая худшее, хеджировать риски с точки зрения Где-то повышения цены, где-то сокращения производства Где-то другими какими-то способами Поэтому, конечно, в любом случае нестабильность на мировых рынках Она отразится и на нашем рынке И, как я уже сказал, даже с учетом того, что нефть подешевела Нам уже объявили, что бензин не подешевеет точно, а, скорее всего, подорожает Но это логично Обычно объясняется тем, что раз несут потери наши компании на внешних рынках Значит, они каким-то образом должны на внутреннем заработать У нас сейчас урегулировано это, да То есть, если вы посмотрите, то бюджетное правило Вернее, не бюджетное правило, а тот механизм, который сейчас в отношении нефтянки применяется Они действительно сейчас будут платить в бюджет деньги за то, что продают нефть дешевле на мировом рынке Вот так у нас отрегулирована экономика Хотя я посмотрел сегодня там срезы В Европе цены на бензин уже снизились Уже снизились, не на 30% А по России пока нет срезов? Насколько выросло? Так вон, на улицу выйдем, до заправки доедем и посмотрим Пока не выросли, но я думаю, что аукнется Поэтому, конечно, подорожают те товары, которые мы импортируем В любом случае в связи с ростом курса Но здесь, опять же, никто не может сказать, как долго и до каких показателей курс дойдет Ну вот смотрите, если не по курсу, если по подорожанию товаров, что говорят эксперты Значит, ценовой диапазон на импортные товары повышение может составить 10-35% Значит, стоимость лекарств импортных может вырасти на 30% Могут подорожать бытовая техника и потребительская электроника 20-40% И комментарии экспертов по поводу стоимости машин и жилья То есть даже недвижимость может подорожать на 10-15% Автомобили, в том числе и отечественные, от 6 до 10% Ну, недвижимость здесь, естественно, в первую очередь, как объект инвестиций Да, и сохранение средств Что касается импортных товаров, это ровно то, о чем я говорил Если мы видим, что колебания курса в пределах 10-15% происходит Рост, да, не колебания, рост И еще, скорее всего, все-таки отыграет что-то назад Потому что Банк России начнет продавать валюту Ну, уже начал, насколько я понимаю, да Да, уже начал, и это все равно отразится То бизнес-то что делает? В той самой нестабильной ситуации, предполагая возможный рост курса дальше Он, естественно, сейчас в стоимость продажи товаров Закладывает потенциальный рост курса Чтобы иметь возможность потом эти товары снова закупить Иначе, если потом курс вырастет, ты уже такое же количество товаров просто не приобретешь А я правильно понимаю? То есть то обещание экспертов, которое дается сейчас По поводу того, что вот все подорожание, которое будет На все, что вот мы перечисляли сейчас, да Оно случится не разово, оно случится там через месяц, через два, через три Потому что на складах достаточное количество закупленного товара Это не работает То есть вы говорите сейчас, что люди тот товар, который покупали по старой цене Будут уже продавать с наценкой, потому что новый им придется покупать дороже Да, для того, чтобы новые поставки осуществлять уже по изменившимся условиям, несомненно Но надо понимать, что такого разового роста цены, которым говорят процитированные вами эксперты, конечно, не произойдет Потому что это просто парализует продажи Если вы сейчас там поднимете бытовую технику на 40%, да Продажи просто встанут Поэтому это будет так или иначе размазано В течение какого-то периода И в виде неких форм этого повышения Потому что в том, что касается стоимости автомобиля Например, я сегодня тоже материал читал Роста не произойдет в ближайшее время Но, скорее всего, большинство производителей начнут отказываться от тех акций, скидок или иных форм поощрения покупателей Которые заложены в цену То есть формально цена автомобиля не изменится, но на него будут отменены скидки Является ли это ростом для конечного потребителя? Но такого взрывного роста нет Потому что надо понимать, что потребительский спрос и покупательская способность в России и так на очень низком уровне Реально на очень низком Денег в экономике мало Потребители сжимают, сокращают потребление Это с 2014 года так или с 2008? Это по официальной даже статистике Реальная покупательская способность снижается уже на протяжении как минимум 5 лет То есть с 2014 года? Да, по прошлому году ей приписали небольшой рост Но, опять же, мы понимаем, что это небольшой рост в рамках той официальной инфляции, которую мы видим Вернее, которую нам Показывают Показывают, вернее, предъявляют А неофициальная инфляция, которую мы с вами наблюдаем в магазинах, она несколько отличается Я, кстати, должен вот интересный момент сказать Мне рассказали совсем недавно Методика, по которой будет рассчитываться инфляция С 2020 года, по которой Росстат будет считать, разработана нашим опорным вузом Такая вот интересная история То есть порадоваться можно Они выиграли конкурс, разработали эту методику, у них ее приняли, и это вызывает искреннее уважение Собственно говоря, это высокий уровень работы Да, главное, чтобы это достоверно было, чтобы немножко совпадало с тем, что происходит с ценой на самом деле Сказали, я сказал, что мы теперь будем знать, собственно говоря Да, в кого кидать Как считают В кого кидать снежками, если что Так что вот такая интересная История про наш Хороший опорный вуз Можем ли мы что-то прогнозировать Насчет того, что будет происходить с кредитами То есть я так понимаю, что рост Небольшого потребительского спроса, о котором вы говорите Это часть обусловленная тем, что Кредиты были доступны И снижалось, собственно, там и процент снижался И большее количество людей, может быть, к этому подключались Ну то есть не секрет, тоже же эксперты говорят, что очень много покупается за счет заемных денег Конечно, потребительское кредитование вернулось И, по-моему, даже превзошло там уровни докризисные Определенного уровня, объема По ипотеке мы видим, что достаточно большой рост Хотя уже теми же, опять же, экспертами признается, что Ипотека уже уперлась в определенные ограничения Потому что снижение ставки не приводит к ранее наблюдавшемуся росту объема продаж Потому что, как правильно там сказал в свое время секретарь общественной палаты Когда мы эту тему обсуждали Он сказал, вопрос не в ставке, вопрос в платеже Пусть ставка будет там хоть 20% Если это будет приемлемый для населения платеж В конкретной сумме денег, они будут эти кредиты брать Если же ставка будет хоть 4%, но платеж при этом будет запредельный Ну, 40 тысяч, например, для региона Не подъемный там, да То вне зависимости от ставки никто не будет это брать Поэтому, когда мы говорим о продажах жилья Надо вести речь не только о кредитовании Не столько о кредитовании, сколько о стоимости квадратного метра Средней заработной плате и целой совокупности факторов Что касается кредитования, я пока не вижу оснований для каких-то серьезных изменений Потому что те фундаментальные факторы, которые на рынок кредитования оказывают влияние Ставка Ставка Центробанка мы имеем в виду Да, потенциальная доходность Но они пока в эту турбулентность макроэкономическую не попали Конечно, определенные изменения будут Потому что с ростом цен на товары общего потребления У людей будет оставаться меньше денег И, соответственно, кредитование будет, с одной стороны, увеличиваться Потому что эти деньги будут им нужны Но, с другой стороны, они будут понимать, что эти кредиты не потянут И здесь мы опять уходим в ситуацию снижения потребительского спроса То, чего очень не хватает сейчас в нашей экономике Вот реально большинство предпринимателей в качестве основных проблем В своей деятельности отмечают там, ну, три, наверное, основных момента Это низкий спрос Это нестабильность условий ведения деятельности Несмотря на все заявления наших федеральных органов власти У нас постоянно меняются те или иные правила игры для предпринимателей Вот Ну и сейчас уже не так, скажем, остро стоит вопрос Доступа к деньгам К заемным К заемным деньгам, да К заемному финансированию Этот фактор уже в меньшей степени играет роль То есть на первом месте это отсутствие спроса 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 То есть нет тех, кто покупает услуги, неважно, товары, услуги То, что производит предпринимательный спрос Да, при этом очень конкурентная среда Расширение федеральных сетей продолжающиеся И мы понимаем, что если там, условно говоря, мы возьмем там город Киров или Кировскую область То совокупная покупательская способность населения Она представляет из себя определенную Не сильно меняющуюся величину Но если при этом происходит увеличение количества торговых точек То все это размазывается тонким слоем масла по всем По ним, по каждой из точек, там, объем оборотов снижается И как это можно регулировать или нельзя никак регулировать? Вообще вот в этой вот сейчас ситуации Кто будет в большем выигрыше? Я правильно понимаю, что все-таки это крупные сети, а не маленькие производители там или предприниматели? Ну, сложно сказать У крупных сетей тоже все зависит от качества менеджмента, так скажем Потому что их закредитованность столь высока И их объем кап вложений, там, собственное расширение настолько велик Что, ну, вот, по моим ощущениям, как бы целый ряд крупных сетевых компаний без... Ну, грубо говоря, если им сейчас предъявить Всю их задолженность, они не выдержат той нагрузки, которая там на них возникает Я думаю, что здесь надо говорить все-таки больше о конкуренции за качество Качество работы с поставщиками, качество работы с покупателями, качество собственной деятельности, эффективности этой деятельности Те, кому удается повысить это качество и повысить эффективность, они останутся Те, кто не сможет этого сделать, для них, ну, собственно говоря, и были уже не самые простые времена И здесь, наверное, еще определенные сложности возникнуты Я правильно понимаю? То есть, если вот та ситуация, которая есть сейчас, и тут курс рубля, условно говоря, который есть сейчас, сохранится? Ну, это даже не столько зависит, там, от колебаний курса рубля Сколько от целого спектра фактов? Ну, это сколько зависит в целом от состояния экономики Понимаете, мы должны понимать, что мы сейчас столкнулись с той самой историей, которая там называется, там, сейчас популярна, там, черным лебедем, да, там, по Талебу Мы имеем дело с целым рядом факторов Первый, там, коронавирус, да, как бы что ни говорили, но панические настроения, связанные с ним и последствия для экономики, там, однозначно масштабные Да, там дело даже не в панических настроениях Я, вон, читала недавно, что у нас огромное количество предприятий, завязанное на поставке каких-то деталей из Китая, которые сейчас они не могут получить Совершенно верно Огромное количество комплектующих, оборудования На Дальнем Востоке, насколько я, там, читал вплоть до большой доли продовольствия Ну, конечно, да И понятно, что все это сжимается, у нас есть обращение в торгово-промышленную палату предпринимателей, которые, например, там, заключили госконтракт на поставку того или иного оборудования Они сейчас ищут способ фиксации форс-мажорных обстоятельств, связанных с тем, что китайские партнеры им комплектующие или само это оборудование поставить не могут Мы пока не сильно столкнулись, насколько я, там, вижу и понимаю, с ограничениями по импорту в Китай Но через некоторое время мы тоже с этим столкнемся, потому что перерыв в производственных процессах, перерыв в процессах потребления со стороны населения Так или иначе вызовет снижение объема последующих закупок Словно говоря, сейчас закупили там необходимое количество древесины, но ничего из нее не производят Там лежит на складах, соответственно, через некоторое время там покупка, объемы ее закупки будут снижены Поэтому коронавирус однозначно Это первое, второе Туристическая, транспортная сфера, все Да Нефтяная история Разное есть мнение, я тоже их читал А возможно, что отыграют назад или все? Я думаю, что отыграют Отыграют, потому что катастрофические прогнозы про 20 и даже 15 долларов за баррель Я думаю, что это возможно в пиковых каких-то режимах Но опять же, мы понимаем, что снизилось потребление энергоресурсов в Китае Опять же, из-за коронавируса Да, но это все будет восстанавливаться Экономика все равно будет расти Через некоторое время объемы потребления будут все равно восстанавливаться, а потом увеличиваться Главное пережить это некоторое время Ну Часть экспертов говорит о том, что Россия может оказаться в выигрыше от этой истории Потому что сейчас цена нефти однозначно ниже себестоимости добычи в сланцевой нефти в США И продолжение ее добычи будет приводить к убыткам А себестоимость добычи в Саудовской Аравии, в арабских странах, она ниже, чем у нас Но при этом их бюджеты, из того, что я читал, сбалансированы при более высокой цене Причем почти в два раза, по-моему Действия соглашения, но не стали дополнительно снижать объемы Потому что, опять же, это привело бы к выгодам американских нефтяников Но Саудиты повели себя вот так и решили завивать рынок дешевой нефтью Но часть экспертов говорит о том, что это вряд ли получится И Россия, в общем, здесь как бы выйдет более чем сохранивший свои интересы Так, хорошо, потребление нефти, коронавирус Ну и в целом надо признавать, что те торговые войны И те, там, геополитическая напряженность, которые в настоящее время присутствуют Уж точно не добавляет уверенности в экономических процессах в мире То есть торговая война Китая и США Санкционные ограничения, с которыми мы имеем дело уже на протяжении ряда лет И которые ужесточаются Вот вся вот эта совокупность факторов, совпавшая в конце этой зимы В начале весны Она, ну, скажем так, усиливает эффект синергии От сложения их всех, отрицательный эффект синергии Да, потому что каждый этот фактор по отдельности Был бы, наверное, менее Привел бы к менее негативным последствиям, чем получилось в результате их сложения Можем ли мы спрогнозировать, как эта ситуация, и когда на кировском бизнесе, ну, вот если мы не про ритейл говорим, скажется Ну, я думаю, что, ну, во-первых, она уже начала сказываться Мы понимаем, что по ряду отраслей, там, бизнеса, тут же туризм Да Те же, там, поставки Поставки леса Ну, по лесу пока особо, там, по лесу больше сложности возникало из наших внутренних вопросов Начиная с отсутствия, там, подвижного состава, на котором его возить, заканчивая ограничениями, которые Наш же Росприроднадзор ввел, там, по поставкам в Китай То есть здесь мы сами себе, там, усложняли жизнь И пока особо, там, по лесной сфере здесь, там, нет проблем Но уже, я думаю, что есть вопросы по поставкам товаров народного потребления Большой объем, которых, там, из Китая завозится По нашим поставкам туда, то есть Последствия уже, там, ощущаются Хорошо Какие-то меры поддержки от государства дополнительные бизнесу должны быть, на ваш взгляд, или нет? В связи со всей этой историей, многогранной Я бы здесь сказал так, наверное, два момента отметил Во-первых, государство, и мы сейчас пытаемся понять эту ситуацию Государство должно определиться с идентификацией, в данном случае, форс-мажорных обстоятельств Вот то, о чем я сказал, то есть человек, который, там, предприниматель, заключивший госконтракт Который должен поставить сейчас оборудование одному из, там, учреждений Кировской области Но он не может этого сделать, потому что китайский поставщик своих обязательств не выполняет Вот, необходимо определиться, что подобная ситуация должна фиксироваться как форс-мажор И не вызывать негативных последствий для предпринимателя В виде штрафа В виде штрафа, в виде включения, там, в черный список В реестр недобросовестных, да Вот, пока государство таких решений не приняло Пока есть только возможность выдачи здесь свидетельства о форс-мажоре При поставках наших экспортных Но это другая совершенно история Вот, это первое Ну, а второе, что, надо сказать, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали Это увеличение потребительского спроса То, о чем я сказал Каким-то образом стимулировать людей Ну, то, о чем я сказал Ну, то, о чем я сказал То, что в свое время сделало государство, там, в кризис восьмого года Когда, во-первых, произошло достаточно серьезный, там, рост промышленности За счет того, что выгоднее стало производить здесь Во-вторых, государство действительно продолжило не только выполнять Но и увеличивать свои социальные обязательства То есть количество денег у населения увеличилось И люди эти деньги понесли, собственно говоря, в магазины, в сферу услуг Что и позволило бизнесу, там, развиваться Но при этом росла инфляция, насколько я помню Ну, она, конечно, была выше, чем сейчас Но мне кажется, что это та история, которая, там, вполне регулируема самим рынком Потому что сейчас объем предложений очень высок Вы сейчас просто так задрать, там, цены не сможете Потому что покупатель уйдет к конкуренту Это уже не монопольная история Андрей Юсенко в нашей студии Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Мы сейчас сделаем перерыв небольшой Через полторы минуты вернемся Андрей Юсенко в нашей студии Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Член Общественной палаты России И Общественной палаты Кировской области И у меня сейчас к вам во всех ваших ипостасях вопрос Это история с вчерашним голосованием И с сегодняшним голосованием Уже в третьем чтении За изменения, за поправки в Конституции И обнулением сроков президента Владимира Путина Я вас до эфира спрашивала А бизнес как воспринял вообще всю эту историю И с поправками, и с тем, что у нас опять Новый старый президент Возможно То есть еще не точно, но вдруг Ну, я думаю, что у бизнеса больше Забот и переживаний по поводу того О чем мы с вами в первой половине программы говорили Да, потому что, собственно говоря Там я говорил, что для бизнеса А нет у бизнеса ощущения, что вот обман какой-то происходит постоянно Я бы не сказал, что это касается там бизнеса Да, как не касается Бизнеса, нет, я имею в виду, что бизнеса как социальные группы Да, вот здесь надо говорить о, собственно, там О людях О гражданах нашей страны Обманом я это назвать там точно не могу В чем-то, может быть, здесь есть Даже не то, что лукавство Здесь надо говорить о том, что нет Тоже нет правил игры Да не то, что правил игры Здесь нет реально действующих в данном случае Там гражданских институтов Что вы имеете в виду? Нет их полноценной Нет полноценной реализации этих институтов Да, мы видим, как быстро Госдума принимает поправки Хотя при этом там достаточно долго идут обсуждения Мне по этому поводу на самом деле понравилась там Небольшая реплика вчера где-то там в сети она была Да, мы в прошлом, позапрошлом, по-моему, году Или в прошлом В два этапа с всенародным голосованием там в интернете Обсуждали присвоение аэропортам Да, да, имен Имен великих россиян Шерепушкина, Лома Ломодедова, мы это помним Да Была очень демократичная такая институциональная процедура Да, между прочим, со снятием некоторых имен В частности, Егора Летова, по-моему, в Омске Ну, суть-то в том, что, как бы, да, тут так широко все это обсуждалось Конкурентная компания Здесь все происходит очень быстро И, наверное, это оставляет ощущение того, что это проходит мимо Главный вопрос, который есть у меня Это то, что мы будем голосовать по списку поправок в целом То есть вы имеете в виду, что все вместе Да Всем набором, всем салатом Да, то есть весь объем поправок будет вынесен единым вопросом И, условно говоря, там наличие разных мнений по разным поправкам Как-то очень сложно будет реализовать Да, потому что ты с чем-то, я согласен, с чем-то, может быть, у меня есть вопросы Но как это выразить, непонятно То есть каждому человеку придется принимать решение Скорее да или скорее нет Ну, по сути дела, там, собственно говоря, так происходит всегда Редко бывают абсолютные ситуации, в которых кто-то в чем-то там абсолютно уверен Но здесь вот только это И объем, конечно, количество там носимых поправок Это тоже там, конечно, накопившаяся история И мы понимаем, что действительно Конституция, которая там принималась в начале 90-х Она писалась примерно в таком же режиме Я помню это, да И я, на самом деле, тогда еще за нее голосовал Потому что не имея еще права на голосование Но мне отец тогда сказал Вот тебе жить, вот тебе бюллетень, иди и ставь отметку Но принималась она примерно в таком же режиме Если не более даже оперативном И писалась она так же Поэтому, конечно, там поправить Тоже были спортсменки в группе принимающих решения Кого только не было Я за давности ее тоже не помню Тогда это была такая ажиотажная история Новая страна, новая конституция, новые правила, все по-новому Много очень энтузиазма, оптимизма и веры в светлое будущее Поэтому, конечно, что-то поправить надо Но вот У вас опасения, хорошо Что хорошо, я не буду спрашивать Опасения, что вызывает Из того списка, который предлагается На самом деле, я не думаю, что многие из читателей Уже познакомились с текстом поправок Я вот здесь воспользовался Что называется преимуществом того, что член Общественной палаты России Нам этот полный текст направили, я его прочитал Ничего, что вызывало бы у меня какие-то серьезные опасения Там нет Приоритет международного права Точнее, российского права над международным Он ровно таковым и был Ничего практически не изменилось Если читать с юридической точки зрения Серьезных, каких-либо там кардинальных изменений не произошло Произошли определенные акценты морально-общественного толка Я, например, упоминание Бога у меня вызывает вопрос В Конституции, в государстве, которое заявлено светским Но там нашли такую форму, которая, собственно говоря Является упоминанием, но при этом Ни на что не влияет Да, там уже спрашивали, какого Бога И отказался пояснить представитель президента Дмитрий Песков Поэтому, вот, я как гражданин Вы пойдете голосовать? Да, я пойду голосовать Я, собственно говоря, всегда считаю это своим гражданским долгом В любом случае выражение позиции И реализацию своего права Скажете да или нет? Я прочитаю еще Вчера внесли поправки в ходе Я посмотрю на позицию Конституционного суда Почитаю подробнее Потому что, ну Вот отторжения прямо такого У меня нет У меня есть непонимание Зачем целый ряд вопросов туда был Вернее, положений был туда включен Потому что, мне кажется, они могут регулироваться Вполне на уровне рядового законодательства Федерального Но отторжения у меня нет И предвосхищаю там ваш вопрос относительно Вчера внесенных поправок Да, я хотела спросить Вчера, собственно говоря, и сегодня В социальных сетях уже написано о том Ребята, да вот зачем это все было-то на самом деле Это просто маскировка То есть, вот она, единственная поправка Которую хотели внести Обнулить все Я тоже читал эти комментарии Но, опять же, с юридической точки зрения Обнуление действительно происходит То есть, изменение там Юридического статуса Приводит к новому отчету Я сейчас трактую не как там Юрист детально, да Но, в общем, как бы логику я понимаю Но я видел эти там Выражения насчет того, что там До 2000 Какого уже? 36-го посчитали, да Владимиру Владимировичу 84 Нам тоже немало уже в это время 4 плюс 12, да Вот, Аня, я сейчас скажу свое собственное личное мнение Так это особое мнение, конечно, пожалуйста По этому поводу Я считаю, что все это Было сделано ровно для того, чтобы До определенного момента Снять с повестки дня Отвлекающий всех вопрос там Приемника Передачи власти И всего остального Потому что Эта игра уже вовсю начала Развиваться Все там Интересанты Или там Башни Кремля Как их принято называть Уже там Начали в нее включаться А, это просто Чтобы Владимир Владимирович До 24-го года Спокойно работал, да? Даже не то, что Владимир Владимирович Я думаю, он-то будет спокойно работать Все остальные Чтобы все остальные Занимались делом Ровно так же, как этому Было посвящено Там смена правительства Да, и было четко сказано Там, ребята Перестаньте играть в политику Займитесь делом Там у вас куча работы Вот На мой взгляд Это сделано именно Для того, чтобы До последнего там Момента До там Объявления там Выборов И выдвижения Кандидатур Держать ситуацию С точки зрения Понимания того Что В любой момент Может быть Принято решение Которое Перечеркнет все Интриги И все Там Телодвижения Там Которые бы Вы не предпринимали Все это Такой Предохранитель Происходящих Процессов Вот У меня Стойкое ощущение Этого Это мое личное мнение У меня есть ощущение Что вот эта Вот история С тем Что до 24-го года Чтобы все успокоилось Это может быть Ну вбросом таким Что ли Чтобы все успокоились И перестали уже кричать Возможно Но у вас ведь Действительно особое мнение Поэтому Каждый высказывает свое Конечно Это ваше особое мнение Хорошо Остается у нас Шесть минут всего На очень важную тему Я думаю Что мы успеем Даже две важные темы Это история Связанная с упрощенкой Да И тем решением Которое Я надеюсь По крайней мере Будет принято завтра На заседании Законодательного собрания Может быть Нет А будет принято Или не принято Не знаю Я надеюсь Я надежду выражаю Насколько я знаю Да Мы с вами говорим о том Что в отношении Предпринимателей Торгующих Обувь и лекарства Будет принята ставка По упрощенной системе Налогового обложения В размере 3% Да То есть с четырех Которая была утверждена Недавно В первом чтении Было принято Четыре После этого состоялась Встреча Инициировавших Поправку депутатов Законодательного собрания Романа Альберта Щетитова И Федора Киселева На площадке Торгово-промышленной палаты Где мы еще раз Вместе с предпринимателями Показали расчеты И попросили все-таки Вернее предложили Рассмотреть возможность Снижения ставки до трех Вот насколько я знаю Положительный отзыв От губернатора На данную поправку получен И завтра она будет рассмотрена С высокой долей вероятности Могу прогнозировать Что на 2020 год Для этих категорий налогоплательщиков Пониженная ставка В два раза С шести до трех процентов На упрощенной системе Будет установлено Так Я знаю что предприниматели Говорили о двух процентах Ну говорили и об одном И о полутора Да Просили снизить еще Ну я могу вам сказать Что консолидированная позиция Понятно что у каждого Есть свое мнение Но консолидированная позиция Которую мы заявляли В конце прошлого года И которую поддержали На встрече Состоявшейся на прошлой неделе Это три процента Конечно были просьбы снизить И до двух Но в общем в целом Консолидированная позиция Была на трех процентах Сейчас у нас Предстоит история По ставке дохода Минус расходы Потому что она также была Снижена до 7,5 процентов В два раза Но расчеты показывают Что это все равно Достаточно высокая ставка налога И мы с депутатами С Романом Альбертовичем Договорились о том Что посчитаем Так как закон распространяется На весь налоговый период То есть на 20-й год То если мы все-таки Придем к выводу Что по вот этой системе Дохода минус расходы Также есть целесообразность Снизить ставку То такое решение Тоже будет принято А когда? В ближайшее время Сейчас мы решим вопрос Вот с этой ставкой И потом собственно говоря Займемся теми расчетами Но надо ведь понимать Что это только Такой вот прецедент Причем Оформленный в виде закона То чего раньше не было По льготным ставкам Для отдельных категорий налогоплательщиков И всего на год Если я верно вас поняла Во-первых всего на год Во-вторых для двух категорий Обувь и лекарства Да мы понимаем И мы уже Так же это проговорили Мы понимаем Что с 21-го года Если ничего не изменится И НВД отменят в принципе И в той ситуации В которой оказались С 1-го января Обувщики и фарм Там аптеки Фарм отрасли Окажутся Абсолютно все Если в этом В первом случае Там с Вот этими Предпринимателями Там в общей сложности Речь идет где-то О там Пятистах Наверное там Предпринимателях Или юрлицах Да там 300 по-моему В обувной сфере И 200 Около там Около двухсот В аптеке Аптеке То в целом ЯНВД Это больше 15 тысяч Налогоплательщиков Которые применяют Эту систему И которые в 21-м году Тоже придут просить 2% На упрощенке Я очень надеюсь Что они придут Раньше В 21-м году Это будет делать поздно И даже то Что мы начали С обувщиками Аптеками делать Там в ноябре Это тоже было поздно Потому что вы видите Что мы только к марту Там приняли Эти условия Поэтому Мы договорились С депутатами Законодательного собрания О том что Уже сейчас До процесса формирования Бюджета регионального Это ведь Это оказывает влияние На бюджет На его расчеты Мы уже сейчас Начнем собирать фактуру По всем отраслям Торговли Так или иначе Которые подпадут Под эти изменения Это мы договорились И с депутатами И с налоговой Для того чтобы провести расчеты Посмотреть налоговую нагрузку И каким образом Обеспечить Возможно Комфортный переход С одной на другую Систему налогообложения Потому что для кого-то Это возможно будет сделать С переходом Не на ОСН А на патенты Например Для кого-то Это будет ОСН В той или иной форме И нам опять же Надо будет здесь Регулировать ставками Такая возможность У нас на региональном уровне есть Мы это можем делать И мы по обувщикам И аптекам Это показали И вот этот конструктивный диалог Мы очень надеемся Что предприниматели В других сферах Будут обращаться В торгово-промышленную палату Законодательное собрание Такой формат работы Поддержало Мы аккумулируем Эту информацию Вырабатываем Некие предложения С стороны бизнеса И дальше С депутатским корпусом Их обсуждаем Будет какая-то общая Там я не знаю Ну Соберетесь вы как-то Все вместе все-таки Все кто обращается Или это будут разовые обращения Я считаю Что это все равно Надо делать По направлениям деятельности Так же как мы делали Вот здесь обувная сфера Там аптеки Потому что везде Есть своя специфика Везде есть свои особенности И нам надо будет Здесь их оценивать Не успеваем поговорить С Андреем Усенко О том Не сбежит ли наш бизнес Весь в Удмуртию Но я думаю Что в следующий раз Мы встретимся Благодарю Спасибо большое Вице-президент Вятско-Тарково-Промышленной палаты И член Общественной палаты России Кировской области Андрей Усенко Был в нашем эфире До свидания До свидания Особое мнение На 101FM